Это не просто крестьянское хозяйство, а самая настоящая частная научно-исследовательская лаборатория. Вот уже больше 10 лет Владимир Курбатов вместе с супругой занимается выведением новых пород домашней птицы и кроликов. Индейка золотистая или боярыня, а гуси – благородной расцветки и впрямь княгине. За красивыми названиями, годы кропотливой работы и большие успехи в области селекции. К слову, их оценили специалисты не только Приморья, но и других регионов. Как селекционер я вам отвечу. Идеальных пород, идеальных сортов не бывает. Невозможно этого достичь. Ставим задачу, вот увеличить массу на выходе к определенному периоду времени. Достигаем, а потом ставим какую-то другую задачу. Первое, что бросается в глаза – это способ содержания птицы. Круглый год под открытым небом. Для нашего региона его можно было бы смело назвать рискованным. Но опытный селекционер так не считает. Говорит, его птицы не страшны ни снег, ни приморские морозы. Главное – постоянная подача подогретой воды и корма. Жизнь показывает, когда корм и вода постоянно, птица съедает меньше, толку больше. Качество корма – основа всего, уверен глава хозяйства. Часть заготавливают сами, а комби-корм покупают у одного и того же проверенного поставщика. Только для птицы в день нужно больше 100 килограммов еды. Сейчас Курбатовы работают над выведением новой породы. Секретов не раскрывают, чтобы не сглазить, а вот семейным рецептом запекания гуся, который передается из поколения в поколение, поделился. Чтобы угощение удалось на славу, птицу томят в духовке при температуре не больше 110 градусов. Евгений Черемухин, Новости на восьмом.